7 ноября исполнился один год Иркутской хоккейной команде КПРФ. Именно в день празднования 102-й годовщины Октябрьской социалистической революции ребята приступили к тренировкам. Команда была сформирована по инициативе активистов Иркутского городского комитета ЛКСМ при личной поддержке, в том числе и финансовой, лидера Компартии Геннадия Зюганова. В команде 15 игроков. Капитаном КПРФ был избран заместитель председателя кадровой комиссии Иркутского комитета ЛКСМ, депутат молодежного парламента Евгений Гордин. Ассистентом капитана стал комсомолец Николай Шиманович. Команда КПРФ успешно выступила в открытом первенстве города Иркутска среди взрослых команд, который проходил в конце 2019 и начале 2020 года. Соревнования завершились досрочно из-за пандемии. За красивую, захватывающую игру КПРФ получила второе имя – «Красная машина». На минувшей неделе были подведены итоги первенства. КПРФ получила кубок и медали за второе место. Капитан команды Евгений Гордин признан самым полезным игроком чемпионата. А Николай Шиманович – лучшим бомбардиром. Болельщики команды рады за ребят, но им непонятно, почему лишь второе место. Ведь их команда не проиграла ни одной игры. Хоккейный клуб КПРФ завершил выступление в рамках открытого первенства по хоккей-шайбе сезона 19-20. Закончили мы на второй строчке. Результат, наверное, нельзя назвать удовлетворительным. Я, как капитан, рассчитывал все-таки, что нам по силам завоевать первое место. Но из-за сложившейся коллизии, так сказать, турнирной таблицы, вызванной снятием двух команд в условиях пандемии коронавирусной инфекции, получили результат второе место. Готовимся к новому сезону. Заявились по ночной хоккейной лиге. Рассчитываем пробиться в финальный этап, который пройдет в марте в городе Сочи. Специально для пульса при Ангаре. 4 ноября лидеры команды КПРФ Евгений Гордин и Николай Шиманович, а также первый секретарь Иркутского горкома ЛКСМ Максим Дудин встретились с заместителем председателя законодательного собрания Иркутской области Ольгой Насенко. Хоккеисты подарили ей серебряную медаль. Ольга Николаевна и раньше помогала команде КПРФ. Ходила на все матчи. Во время встречи она заверила лидеров команды, что всеми силами будет поддерживать их и дальше. Ольга Насенко также выразила уверенность, что в новом сезоне КПРФ обязательно займет первое место. Каждое воскресенье в прямом эфире.